добрый день значит у меня тут был случай такой то что у человека значит развалился подшипник на прицепе на рычагах которые я ему установил ну короче она у меня просто вывалилась и все потому такое говнище просто были даже непонятно что такое именно по этой причине вот я тут подготовился вот так вот в общем чтобы вам показать рассказать вот что и как тут получается у нас на и смотрите там у него была ступица не такая ступица была четырех болтовая но смысла не том то что ступица без разницы какие болтовые по сути ну да понятно что эта ступица сама по себе мощнее вот нагрузка распределяется как бы на большую площадь и ступица на большую нагрузку может выдержать сама по себе но у него развалился подшипник они ступица поэтому про конкретно ступицу вот то есть тупица то вот а подшипник там внутри короче развалился подшипник у нее там стоит самый обычный 8 задний подшипник вот такой восьмой ну смысле задний да вот задний задний вторичь восьмой задний подшипник значит поставил марчаги спрашивал типа ну какой вес 700 килограмм я окей типа это что там сколько болтов по 4 болта все обычные ступицы 700 килограмм я окей заказал обычные ступицы но вот сам обычный который ставит на обычные прицепы ступицы по 4 болта 700 килограмм причем они по моему даже чугунные хотя вроде бы нет точно не помню там сталь какая-то а 133 это не помню то ли разновидность чугуна то ли чё вот но не суть по сути вот многие почему-то говорят что чугунная ступица нельзя ребят вот чугунная ступица заводская уазовская тоже чугунная также у кнота тоже идут есть чугунные ступицы 4 болтовые на тысячу по моему 300 килограмм то есть ничего нормально вот тут делать не том что чугуна не или нет из какого как бы чугуна наверно не сделано скорее всего вот ну смысла не том там супер нет вопросов есть вопрос подшипнику именно по этой причине я решил ага надо значит открыть ступицы и посмотреть какие подшипники стоят ну вообще в ступицах к сожалению 4 болтовых меня не ступит потому что ну никто вообще не берет 4 болтовые у меня ступицы берут пятиболтовые всегда и я начал смотреть и блин тоже удивился кстати потому что ну это вот разные разные партии покупают все в одном месте но разные партии один раз значит я покупал мне продавец говорит там у нас короче сейчас они немного изменились я кручу изменился он говорит вот это вот толщина стала больше я такой хорошо молодцы и стало больше и вправда в предыдущих ступицах вот допустим на этой по моему да тут у нас 11 миллиметров давайте попробуем замерить я подготовился на штанги видите так и так видно 11 миллиметров меряем вот эту 13 с половиной вроде как да ну блин думал а ноги отлично но они забыли мне сказать тоже очень интересную новость то в этих вот супицах вообще должны идти передние ступичные подшипники 20 08 передние вот вот смотрите вот задний вот передний ведь он чуть чуть больше то есть этот 60 этот 64 ширина у них одинаковая вот здесь дырка тоже чуть больше вот ну если мы на самом деле начнем гуглить то вот этот подшипник вы должен выдерживать две тонны вот задней если он качественный причем две тонны это у нас в динамическом режиме вот этот подшипник я не ну не гуглил сколько он должен выдерживать ну наверное больше все таки он больше но даже если то же самое не суть в общем тут запасом все понимаете если мы посмотрим что пишут про ступицы то даже 4 болтовые ступица обычные там 650 килограмм на ступицу для прицепа на ступицу все пишут даже вот кто там где-то пишут на ось где-то пишут это ну короче 600 килограмм 500 килограмм она должна выдерживать вообще вот но кстати почему у человека развалился подшипник ну во первых но опять таки мы сейчас говорим про качественный подшипник да вот вот здесь стоит подшипник фага это оля германский вот здесь уже стоит подшипник russian что за подшипник неизвестно вот этот подшипник стоит буш мой бушный новый в районе 500 рублей этот не знаю сколько стоит потому что просто написано россии не значит подшипник вот а если мы поставим возьму какой-то нормальный подшипник да вот не знаю тут что у нас вообще не знаю тоже какой-то а это на вот этот наверно вот вот наверно тонн вот то блин какая-нибудь скф он стоит вообще полторашку по моему вот такой пошипник то полторашку и вот скф наверное выдержать все эти нагрузки вот эти две тонны там не знаю 600 килограмм ступицы вот но у человека значит что было у него мало того что ну ступицы 4 болтовые да у него там стоял проставка вот проставка который изменяет как называется сверловку да то есть расстояние между болтами вот там с 4 на 98 было на 4 не знаю нам сколько там там далеко болты находились на 108 на очень такое сверловка вообще по моему от квадроцикла вот и смысл в том что непонятно какой вылет у диска а вот эти все нагрузки вот то есть нагрузка на подшипник вот на этом да вот если мы возьмем вал и надавим на вал с двух сторон то есть равномерно вот именно так он выдерживает две тонны в ступице вот так как колесо у нас давит не по центру подшипника даже ступицы видите она выходит за то есть поэтому колесо у нас и вот углу углубленная посадка уже меньше и когда вы ставите проставки вот это все завод вам нигде не пишет что это именно про вот четырехболтовый подвазовскую ступицу подвазовское колесо вот именно там она выдерживает эти нагрузки а если вы ставите увеличиваете плечо то никто неизвестно сколько этот подшипник проходит если там постоял бы скф что блин не в одних вот ступицах от которого вот не знаю купите но не знаю может быть там где да да наверное даже в этом вот в кнотах во всех там нет такого подшипника вот в кнотах по моему стоит факт вообще тоже потому что разбирал там тоже такая же оранжевая была резиночка вот именно так он выдержит нагрузки они когда вы изменили вылет изменили плечо вот и к тому же подшипник еще какой-то ну русский наш непонятный где там ну блин качество плавающие да я не говорю что русские какие-то говенные подшипники есть хорошие подшипники но у них просто нету именно вот постоянного качества поэтому может на пар партия завода на завод пришла по ниже тоже их не делают да пришла подшипников до этого хорошая все было нормально потом бам пришла партия там не знаю дядя васина на заводе забыл смазку положить или еще что нибудь или там из-за санкций сейчас китайская смазка пошла какая-нибудь там блин они не ходят я не знаю короче ну чё угодно может быть вот и вот именно у нас поэтому нет нас вот этой стабильности по качеству они может хорошие можно калку блин профукали можешь чуть-чуть хрен он знает и вот и считай я как думаю у него во первых подшипник был ну изначально не супер качественный да ну и вот из-за того что проставки все вот это вот и поэтому через тысячи километров развалился подшипник если туда поставить skf или еще какой-нибудь именитый бренд хороший проверенный не знаю надежный там дорогой блин может даже не то что дорогой да то может быть он и бегал бы нормально вот так вот к чему я опять да вот проступиться изначально покупался то есть цена на них вообще одинаковая вот эти ступицы тут у нас стоит задний подшипник вообще как я это понял я начал внимательно потом мерить все во первых они изменили здесь толщину она здесь больше здесь восьмой подшипник задний но она больше толщина здесь изменили высоту попки вот на сантиметр и я начал дальше значит мерить вот вот это вот расстояние да здесь вот она вам здесь она насколько куда 80 почти два тут у нас меряем сколько оба 75 то есть понимаете да на 8 миллиметров вот это место меньше потому что подшипник меньше так вот к чему это все ну тут хотя бы вот стоят вот фак хотя бы какие-то германские подшипники да то есть тут у нас вот передний германский тут на задний германский окей тут у нас жира больше здесь но папка короче 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 вот тут плюс минус хрен поймешь что лучше но я одна им все-таки восстанавливать на этих на передних подшипниках все таки потому что мне нравится здесь папка больше но дальше значит новый заказ вообще пришел вот тут вообще подшипник русский стоит вот про него не знаю что вам сказать тело тут также толстая не 11 миллиметров 13 но подшипник уже про написано раша я не смогу вам показать потом написано раша вот такие вот очень пирожки да и поэтому собственно можно поэтому очень я чё делаю я сейчас меняю концепцию рычаги вот есть стоимость рычагов да вот рычаги я просто раньше как говорил вот я всегда говорил стоимость рычагов вот вместе с этими ступицами то есть ну потому что другие ступицы никто особо не берет вот они нормально ходили но не было к ним особо неких претензий если ты их перегружаешь но раз полгода меняешь подшипники окей ладно сейчас значит как на сейчас вот цена была 46 48 со ступицами сейчас будет цена 42 без ступиц 40 где цена ступицы и дальше я уже вам накидываю варианты вот хотите вот такие ступицы хотите вот такую ступицу чем я сейчас вам расскажу хотите вот что-то у кнота посмотрите но у кнота на там ценники ну там там 10 тысяч за ступицу примерно за такую же будет вот и причем если возьмем кнот какую-нибудь там которые небольшая но недорогая там будет такой же сзади мой сзади такой же подшипник задней восьмерочной стоять ну возможно он не русского производства будет да какого-то не знаю германского блин вот ну не знаю также еще важно вот как этот подшипник запрессовать да возможно его вот там не знаю там кто-то прессует опираясь на внутреннюю обойму там подшипники как-то страдает от этого изначально то есть там шарик допустим не знаю или там в мятинку день какую-нибудь коцку делает вот то есть надо правильно это прессовать я просто чем причем рассказывает вот эти ступицы я просто знаю человек вот на этих ступицах возит мини-трактор мини-трактор весит 4 тонны вот то есть плюс вес прицепа плюс он еще возит там это оборудование там второй ковш еще какую-то фигню в общем 4 500 плюс 500 у него килограмм весит даже больше по моему прицеп 8 5 тонн на 4 вот такие ступицы ступицы выдерживают но подшипники он меняет каждые полгода вот причем он сказал когда собрал ну там не мои рычаги стоят вот собрал но сам там делал эти оси в общем вот эти ступицы он брал вот первые вот эти подшипники там стояли не знаю таки там стояли уже давно это было уже ну когда два года три назад первый подшипник он поменял через месяц вот они там все залюфтили и потом вот он уже поставил уже нормальные подшипники не знаю опять какие сказал что хорошие дорогие просто и вот теперь раз в полгода меняет это подшипники но повторюсь он возит 5 тонн до 5 тонн то есть это вот по тонну с лишним на колесо вот на рессорные подвески вот по нашим русским дорогам и не знаю сколько он ездит но трактор каждый день куда-то увозит ну грубо говоря то есть вот так вот в сезон то есть это лето каждый день потом как раз у него межсезонье он ремонтирует ступицы просто четыре гайки открутил перепрессовал опять все дальше погнал вот ну вот в общем вот так потому что в его случае уже нужны вообще грузовые ступицы уже какие придумать вот так так зачем мы начать чем у вас зачем мы еще вот здесь я сейчас делаю вот такие ступицы ребята вот это идут вот такие подшипники вот зачем прикол эти подшипники шариковые а эти подшипники роликовые. Сами понимаете, пятно контакта у ролика и пятно контакта у шарика. Это совсем разные. Эти подшипники, они шумные идут. Эти не шумные, эти шумные. На прицепе без разницы. Почему на всех грузовиках везде стоят роликовые подшипники? Потому что они выдерживают намного большую нагрузку. У них пятно контакта, считай, весь ролик по всей длине идет. А у шарика только в маленькой точках пятно контакта. И поэтому, как только здесь чуть-чуть люфт появляется, то есть чуть-чуть выработка пошла, шарик уменьшился или еще что-то, они очень быстро деградируют потом. Эти же подшипники способны долго работать. Тут в чем прикол? Тут же конус. И по мере того, как он вырабатывается, ролики вырабатываются, он все глубже и глубже уходит. Короче, вот. Если, конечно, вы долго ездили на подшипниках, которые уже были с большим люфтом, то здесь, конечно, будет уже ступенька. Ну, я на самом деле ступеньку не видел, я видел просто рытвенные, ну, такие, каверны. Ну, каверна тоже в основном бывает из-за того, что вода попадает. Вот. Так вот. Я делаю свои ступеньки сейчас, вот такие вот. Это, по сути, все это заводское, да, то есть, ну, вот. Все, что я делаю, это делаю, все собираю. Вот. Цапфу, да. Сюда, значит, я на лазере изготовил фланцы. Вот. Выточил вот такую вот фиговину. Это у нас идет литой вал. Вот. Литой вал. Тут у меня сейчас нет, к сожалению, фланцев. В общем, тут фланец прикручивается, здесь фланец приваривается. Вот так вот. Ну, там два фланца будет. Вот. Все это устанавливается. Еще, я вот думаю, если вот здесь обварить, будет вообще супер. Вот. И потом, значит, сюда уже одевается эта штука с подшипниками. Вот. И здесь еще один фланец у нас идет. Вот так вот. Значит, про плюсы я рассказал, да, то есть вот размер сравнить вот подшипника, вот, ну, то есть он явно намного больше, да. Вот. Ну, есть, конечно, и минус, то, что тут вот, особенно после первой сборки, после первой установки, надо будет люфт протянуть. И это важно, люфт не перетянуть. То есть здесь нельзя затягивать до усеру, как вот эти подшипники, потому что тут они друг к другу вот упираются просто, половинки, и как бы вы его не перетянете. А эти подшипники надо обязательно, надо сначала сильно затянуть, ну, как относительно просто так, трещотку чуть подтянуть, потом уже ослаблять и проверять люфт. И как только микролюфт появляется на ступице, вот этот, надо законтрить гайку. Вот. И все. Вот эти ступицы, их, такие ступицы ставят на заводские, военные прицепы, которые возят там пушки, хьюшки. Вот. То есть там вот такие ступицы. Ну, это, конечно, удовольствие не из дешевых, потому что ЦАПа стоит 3000, вот этот стоит 3000, подшипники сюда стоят 1000, вот этот вал стоит денег, короче, в общем, в итоге 10 тысяч получается вот эта ступица. Ну, с валом, да? Вот. Ну, вот, решать вам. И повторюсь, да, я вот хочу, не знаю, вот здесь вот проварить. Ну, по сути, чтобы поменять, надо будет открутить вот эти болты, вот, и вот здесь вот отрезать сварку. Можно, конечно, здесь вообще не приваривать, но я все-таки приварил бы. Все-таки на фланце, если будет только держаться, не очень. Вот. То есть, хотя бы, ну, может быть, не целиком, но бы заварил бы. Вот. Ну, по сути, тут что, потом сверло берете и рассверливаете 30-м сверлом, и можно снять, болты открутить, снять, новую цапфу одеть, но повторюсь, ну, чтобы у вас что-то случилось с цапфой, ну, то есть, у вас должны заклинить подшипники, они должны, то есть, не крутиться, а должны крутиться на обойме, да, то есть, обойма должна начать крутиться. Вот. И на таком темпе вы должны долго-долго ездить. Вот. Но, это бывает только, когда попадает туда вода. Вот. То есть, если там есть смазка, а она там будет, то есть, ну, вот, то, чтобы провернуло вот этот подшипник, надо постараться, я вам скажу. Вот. Он сюда все равно, хоть это, ну, не очень тяжело, но одевается. Вот. С небольшой посадкой. Вот такие вот дела. То есть, ну, чтобы он провернулся, надо реально постараться. Видите? То есть, ну, я его даже еще не посадил, а он все уже не проворачивается. А вода здесь все-таки, это не автомобиль, но не знаю, навряд, что вода попадет. Потому что здесь сальник стоит, сальник новый, все, посадка плотная. Снаружи тоже закрывается, ну, крышечка с герметиком. И все, короче. В общем, это к чему я все видео вот вам записал, если было, конечно, интересно. К тому, то, что, ребята, ну, я не могу нести ответственность за то, что делают другие люди. Поэтому вот, я вам сейчас про это все рассказал, под вашу ответственность выбирайте сами, что вам ставить. Вот. Если там вам попался какой-то говнястый подшипник, ну, я же не могу каждый его разбирать, перепрессовывать его, или еще что-то. Хотя, если вы, конечно, как бы скажете, заплатите за это сразу, я вам перепрессую его, не вопрос. Скажете вам поменять, ну, искай, я поменяю, но опять техники гарантии я вам не дам, ребят. Ну, ну, короче, вот так вот. Думаю, вы меня поймете. Спасибо большое за внимание и счастливо вам.